В этом году в парке Молодежный появилась новая детская площадка, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести Зворянской. Она подойдет как для детей младшего возраста, так и для ребят постарше. Теперь здесь есть новое и современное оборудование – батуты, скалодром, качели, тоннельные горки, веревочный комплекс и другие игровые объекты. Администрация Советского района сообщает, что в Международный день студентов у них прошли соревнования по стритболу в рамках районной спартакиады среди студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования. Участников соревнований принимал у себя Самарский машиностроительный колледж. В общекомандном зачете определить победителя оказалось непросто. Все команды-участники набрали равное количество баллов. Итоги подвели по общей сумме забитых мячей. Первое место заняли студенты машиностроительного колледжа. Второе – учащиеся торгово-экономического колледжа. Третье досталось учащимся колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина. В телеграм-канале департаменты опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, что о соседях, которые жестоко относятся к своему ребенку, можно сообщить и анонимно. Житель Самары Ирина рассказала департаменту, что по соседству живет неблагополучная семья. Они не раз проявляли агрессию как по отношению к своему ребенку, так и в отношении соседей, которые хотят защитить ребенка, но опасаются мести. По словам департамента опеки, попечительства и соцзащита сохранить анонимность можно. О ненадлежащем поведении родителей можно сообщить в полицию и в органы опеки по месту жительства семьи. При подаче такого обращения по закону проверка информации все равно проводится. Однако ответ заявителю не предоставляется. Адреса и номера телефонов районных отделов опеки Самары можно найти на странице администрации города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова